МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сознать его пожилые попросили на недавнем совещании в городе Спутники. Разговор о насущном затянулся на 2 часа. С какими проблемами сталкиваются ветераны? С подробностями Дмитрий Ковалев. Участники войны, которые сражались за Сталинград, Прибалтику и Москву. Бывшие преподаватели, работники крупных предприятий, колхозов, военные. Многие сейчас стоят у руля местных советов ветеранов. В зале Новочебоксарского исторического музея торжественная обстановка. Святые от главы прекрасной половины. Хочется пожелать благополучия, долгих-долгих лет жизни и молодой души. На веки веку. Но за круглым столом ветеранов собрали не только в честь праздника. Есть вопросы, которые необходимо решать в первую очередь. Один из первых взял слово Иван Торин, участник Курской битвы, почетный член Городского совета ветеранов. Пожилым, отметил он, уделяют недостаточно внимания. Чтобы решить бытовые вопросы, приходится обращаться в министерство. А других организаций они часто получают отказ. Ни одной копейки нет бюджетных денег. Как общественные организации, понимаешь, нас вообще как-то оставили в стороне, хотя бы бюджет взял бы, понимаешь, на этот совет, хотя бы выделил бы на зарплату, хоть для чего. Даже поздравить днем рождения, понимаешь, что в совете ветеранов нет денег. Забывают о своих ветеранах и крупные предприятия. Бывший инженер одного из заводов Юрий Куликов говорит, что они уже давно не встречались с нынешним руководством. Вспоминают о пенсионерах раз в году, когда в честь Дня пожилых перечисляют на сберкнижке по 500 рублей. Поэтому я со своей стороны подскажу, чтобы в своих бюджетах на ветеранов определенные средства предусматривали. Сейчас вы говорите, 500 рублей вам дают, и как бы на этом все. И Леонору Щетинину беспокоят другие проблемы. В доме, где она проживает, необходимо заменить старые лифты. Но на это требуется огромная сумма – более 9 миллионов рублей. Жильцы просят помощи у местных властей. Говорят, один лифт стоит миллион, а монтаж лифта – 500 тысяч, то есть еще полмиллиона. И получается 9 миллионов. Потом после проведенных конкурсов практически снижение цены всегда происходит. И по стоимости лифтов, и по установке лифтов. В настоящее время сформирован список домов для включения в региональную адресную программу капремонта. Согласно проекту республиканской адресной программы капитально-ремонтных квартирных домов, по данному МКД, запланировано на 2019 год ремонт лифтов и лифтового оборудования. Бывший директор общеобразовательной школы Дина Петрова озвучила просьбы многих пенсионеров. Например, есть потребность в строительстве дома ветеранов. Сейчас на Учебоксарске нет даже отделения для временного пребывания пожилых. Мы рассмотрим этот вопрос, во всяком случае, о создании вот этого отделения временного проживания. Потому что в Учебоксарске этот вопрос, да, он поднимался, он назревал. Дневное пребывание здесь есть. То есть вот центр нашего соцобслуживания, они собирают ветеранов, они устраивают различные культурно-массовые мероприятия. Почему льготные проездные билеты подорожали на 100 рублей? С этим вопросом председатель Совета ветеранов республики неоднократно обращался во всевозможные ведомства. Теперь это обращение взял на карандаш и глава региона. Руководителям города Михаил Игнатьев посоветовал прислушиваться всегда к пожеланиям старшего поколения. Медриковалев и Сергей Рябчиков, Республика. Тема ресурсосбережения для жильцов многоквартирных домов выходит на первый план. Подтверждение тому злополучные январские квитанции по оплате услуг ЖКХ. Суммы корректировок по оплате за тепло стали для жителей как неприятной неожиданностью, так и поводом для расстройств. Оказывается, общие домовые приборы учета тепла не панацея от лишних начислений в платежках. Как не только сберечь ресурсы, но и сэкономить бюджет. В следующем сюжете. Пока по итогам таких корректировок жилищный контроль вернул горожанам около 3 миллионов рублей. И это не все. Есть также и те, кто наоборот оказался должен государству. По городу Чебоксара я просто могу сказать, что проанализировав те данные, которые были предоставлены управляющими компаниями, значит, у нас где-то порядка в 444 домах должны будут добрать на около 65 миллионов, в то время как в 389 домах необходимо будет осуществить возврат порядка 45 миллионов рублей. Суммы, как вы видите, видите, и доборы, и возвраты в городе есть. Цифры, как видим, совсем не маленькие. Плата за тепло и горячую воду обычно составляет половину суммы в квитанциях. Выход из ситуации специалисты видят в установлении автоматических терморегуляторов. Кстати, этого требует федеральный закон. Ежегодно управляющие компании, товарищество собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы обязаны готовить перечень мероприятий по энергосбережению в жилых домах. Установка терморегуляторов – удовольствие не из дешевых. От 150 тысяч рублей и выше. Но потратившись один раз, жильцы получат реальную экономию до 30% годового теплопотребления жилого дома. Мы установили во всех домах общедомовые приборы учета. И сейчас необходимо все меры предпринять для того, чтобы эти ресурсы сберечь. То есть лишний ресурс, чтобы в дом не поступал. То есть, как у нас в народе говорят, чтобы у нас не было перетопов. Кстати, монтаж терморегуляторов можно предусмотреть за счет средств текущего ремонта и содержания жилья. Оксана Заметина, Александр Петров, Республика. Каково, на ваш взгляд, качество дорог в Республике? Насколько, по вашему мнению, хорошо работают жилищно-коммунальные службы и транспортные предприятия? Подобные вопросы теперь будут задавать жителям Чувашии. Опрос будет проводиться в соответствии с указом главы Республики. Начиная с этого года, свою оценку работе органов местного самоуправления, коммунальных, транспортных и дорожных служб Республики смогут дать все желающие. Для этого достаточно иметь доступ в интернет. Опрос этот будет проводиться с 20 марта по 20 апреля ежегодно. С помощью интерактивных форм, которые будут размещаться на портале органов власти Чувашской Республики, а также на официальных сайтах муниципальных образований. Вопросы будут предполагать два варианта ответа – удовлетворен или неудовлетворен. В случае отрицательного ответа респондент в специальной графе может разместить свой комментарий. Обрабатывать результаты будет специальная комиссия. При расчете будет учитываться общее число респондентов, которые приняли участие в этом опросе. И если менее 30% населения муниципального образования удовлетворено качеством транспортного обслуживания, либо услугами ЖКХ, либо качеством автодорог, то экспертной комиссией может проводиться дополнительное исследование результативности управления. В результате нерадивые руководители могут понести наказание. Что ж, чем довольны и чем недовольны жители, узнаем уже через пару месяцев. Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но, судя по всему, результаты в некоторых категориях, к примеру, жилищно-коммунальное хозяйство и дороги, предсказать можно уже сейчас. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. О сложной политической ситуации в Украине сегодня говорят на всех уровнях. Информационные агентства «Наперебой» сообщают новые подробности с мест событий. Автономная республика Крым уже объявила о своем намерении вступить в состав России. Город Остер Черниговской области Украины представляет особую ценность для жителей Чувашии. Там похоронен наш земляк, поэт Михаил Сеспель. Свою оценку сложившейся ситуации в Украине дал народный поэт Чувашии, почетный гражданин города Остер Валерий Тургай. При всем при том, что сегодня происходит на Украине. Это страшно, но это закономерно. Это закономерно, потому что слишком большие ставки деланы на разрыв наших связей, украинско-российских связей, определенными государствами, определенными структурами и группами. Я в этой ситуации выражаю полную поддержку тех действий, которые предприняты в последние дни президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и всем руководством нашей страны. Мы, мне кажется, в последние месяцы никаких неправильных шагов не делали относительно Украины. Наоборот, мы проявили очень большое терпение, такт, чисто политический такт, человеческий такт. Но когда уже начали на Майдане, и вообще не только на Майдане, беспредельничать, конечно, мы не можем бросить своих друзей русских, Чувашей, татар, не можем бросить на произвол судьбы. Полностью я выражаю солидарность с действием руководства Крыма, автономной республики Крым, которая выразила свое желание присоединить Крым после проведения референдума к России. Мне кажется, в данной ситуации это единственное верное решение как для всего Крыма, так и для всех крымчан. Конечно, придет время, все успокоится, все вещи будут названы своими именами, и будут названы имена и героев, и антигероев. Но, к сожалению, за эти события, которые разворачиваются на наших глазах, в Киеве, и не только в Киеве, Украина уже платит большую цену, и еще заплатит еще большую цену. Украина в центре внимания и интернет-сообщество Чувашии. О том, что еще обсуждают в виртуальном пространстве республики, что беспокоит форумчан и чему посвящают свои посты блогеры, в нашей новой пятничной рубрике «Новости из сети». Тема, которая уже который день не исходит с трендов Твиттера – ситуация в Украине. Небольшая страна с желто-синим флагом уже не первый раз становится эпицентром, в котором пересекаются интересы США, Евросоюза и России. В прошедший четверг парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав Российской Федерации. Пока власти ищут выход из кризиса, чебоксарцы рассуждают о необходимости перечислять финансовую помощь русскоязычным жителям Крыма. Отчитываться на бумаге о всех переводах денег будут? Что-то мне кажется, не все средства дойдут до Крыма. Вчера по ТВ. В Крыму пенсия была выплачена без каких-либо задержек. Жители собираются готовиться к курортному сезону. Ранее. Пострадавших в Крыму нет. Также недавно было. Россия готова выделить Крыму столько-то миллиардов. В чей карман эта мнимая помощь собирается? А не потому ли выплачено все без задержек, что люди собирают средства, а не задают глупых вопросов? Реально-то регион остался вообще без финансирования? Пока в Украине пытаются погасить разгоревшийся скандал, в России думают, как предотвратить новые пожары. 27 февраля вступило в силу постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в правила противопожарного режима. С этого дня запрещается запускать небесные фонарики на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов. А в Чебоксарах в последние годы это стало одним из любимых развлечений. Оказывается, во всем виноваты фонарики. Нашли крайнего. Начали бы с запрета курения на балконах и дома. От этого гораздо больше случаев пожара. Такими вещами возле зданий, конечно, нельзя заниматься. А на открытой местности, пожалуйста, что бы и не позапускать-то? Если вы все же не отказались от идеи запустить небесный фонарик на 8 марта с любимой девушкой, то вам придется искать свободное пространство. Что еще можно придумать в качестве подарка на 8 марта – одна из самых обсуждаемых тем этой недели. Пока одни мужчины ломают головы, другим делают недвусмысленные заказы. Я заказала карточку в Литуаль. Цветы приволокют и будет. А я вчера телефон утопила. С подарком все стало ясно. Я себе уже список подготовила. Духи, щипцы для волос, нижнее белье. Бриллианты. Можно авто. На этой праздничной ноте мы завершили обзор. Что будет обсуждать интернет-сообщество на предстоящей неделе, мы расскажем в следующую пятницу. Мяч, пас, бросок, пробежка, очко, подбор. Это ключевые слова в лексиконе девушек – героинь следующего сюжета. Баскетболистки Сучевской школы Маринско-Пасадского района стали бронзовыми призерами первенства Республики по баскетболу. И накануне праздника их поздравляли в администрации района. Девушки настроены решительно. И кроме победы в соревнованиях, их мало что интересует. Пять девушек в основной команде и еще восемь на скамейке запасных. Сначала девушки стали победителями среди команд районов Чувашии и вышли в полуфинал первенства Республики. Это не единственная победа на таком уровне. Команда баскетболисток Сучевской школы уже была серебряным призером первенства Чувашии по баскетболу и регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги Кесбаскет. Тренер девушек Михаил Сундерцев просто фанат своего дела. Главная в игре скорость и слаженная работа, считает наставник баскетболисток. Другие команды технически поселее нас, но мы именно своей скоростью даем некоторым командам фору. Тем не менее, девочкам, чтобы стать первыми, нужно нарабатывать игровую практику, говорит Михаил Сундерцев. Капитан команды Надежды Николаева в прошлом году играла даже за сборную Чувашии. В будущем мечтает играть в одном из спортивных клубов России. Когда я играла за сборную Чувашии, я забила 24 очка. Это было в Пензе. А вообще, когда районные соревнования проходят, я больше забиваю. Мы сыгранная команда. То есть, смотря на друг друга, мы уже знаем, что мы будем делать даже во время игры. Если мы даже, например, не говорю комбинацию, девочки уже сами догадываются, какая комбинация будет. Они готовы много работать для достижения лучших результатов. А сегодня девушки принимают поздравления и подарки. Что для республики Сучьево? Это маленькая деревня. Министр спорта сам так и сказал, Сергей Владимирович, что вот какая-то маленькая деревня с жителями 500 человек на уровне республики делает такие показатели. Это действительно большая победа. Хотя мы не выиграли там первое место, но вы все равно первые. В преддвериях праздника от района такой, такой почет. Просто первая жизнь за всю историю моей жизни. Такое случилось. Это очень приятно. Это переполняет эмоции просто. И чтобы в следующем первенстве республики действительно стать первыми, девочки продолжат свои тренировки сразу после выходных. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Поэтессы, писательницы, журналистки. Они посвятили творчеству всю жизнь. Их книги и статьи читают как дети, так и взрослые. В литературном музее имени Константина Иванова состоялись традиционные чтения женщин-поэтов. Для прекрасной половины представителей творческой профессии 8 марта – день особенный. В канун праздника, несмотря на занятость, строго в назначенное время они собираются вместе, чтобы поговорить о творчестве, почитать стихи, а то и спеть вместе. Сквозная тема – любовь, весна. Все женщины-писательницы очень рады, что могут встретиться в тесном кругу, скажем так, в нашем музее. Женскому характеру свойственны искренние чувства. Поэтому в их стихах так много любви к родному краю, матери, близким людям. Участие в поэтическом вечере фольклорного ансамбля «Тарават» придало встрече особую душевную теплоту. Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика. Имя писателя и журналиста Геннадия Максимова не нуждается в особом представлении. В первые весенние дни в Чуварском книжном издательстве вышла его очередная книга «Любовь неугасимая». Он посвятил ее дочерям. В книгу вошли три повести и один рассказ. Все они о любви. Автор уверен, что это сильное чувство лежит в основе жизни любого человека. Все поступки, жизненные установки и моральные принципы – все складывается через призму любви. Первую часть написал, там трагично кончилось. Вот завершилось. И после этого очень много писем было. И вторую часть надо писать. Но я постарался, вторую часть сделал. Геннадий Максимов творит с завидной регулярностью. В послужном списке писателя уже несколько книг. Ему повезло и в том, что любимое дело – отчасти продолжение его работы. Уже 20 лет Геннадий Максимов работает в издательском доме «Хабар». Множество добрых слов в адрес прекрасных женщин прозвучало и во дворце детского и юношеского творчества, где при поддержке женсовета города Чебоксары состоялся конкурс «Ах, какая женщина». Прочувствовать атмосферу предстоящего праздника отправилась наша съемочная группа. «Ах, какая женщина» – этой фразой достойна каждый из представительниц прекрасного пола. Но в финальную битву одноименного конкурса вышли только шесть конкурсанток. Каждая из них – творческая личность, заботливая мама и любимая жена. Участницы подготовили необычные презентации, в которых они рассказали о своих семьях и проявили свои многочисленные таланты. По словам участниц, справиться с заданиями без помощи родных было бы тяжеловато. Теплые семейные отношения, стремление к победе, поддержка друзей и коллег помогли побороть волнение и выйти в финал. Очень помог мой муж, мои близкие люди. Спасибо им большое. Они очень сильно поддерживали меня, мои коллеги. Они сидят в зале и болеют за меня. Спасибо им тоже большое. Мои подружки очень помогли. Ну, самое главное, мужу очень большое спасибо. Он очень сильно поддерживал меня. Без него бы я не справилась бы. Поддержать талантливых конкурсантов пришли не только родственники и друзья, но и танцевальные коллективы, которые подготовили яркие выступления. То, что творилось за кулисами, трудно описать словами. Участницы конкурса зарядили всех позитивом и отличным настроением, подарили зрителям радостные улыбки и устроили настоящий праздник. Сегодня я в первую очередь хочу обратиться и поздравить конкурсантов, ну и женщин, которые присутствуют в этом зале, ну и всех женщин в городе. Пожелать им добра, благополучия, любви, праздничного настроения, ну и уверенности в завтрашнем дне. А конкурсантам сказать, они уже молодцы, они уже победители. Они вышли на эту сцену и показывают свое мастерство и радуют нас этим. Спасибо большое, с праздником! В борьбе за высший титул не отступал никто. И дело вовсе не в наградах. Просто каждая женщина сделала еще один шаг на пути к совершенству. Евгения Егорова, Николай Яковлев, Республика. Говорят, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Насколько прелестные изделия хендмейда можно было оценить на финале республиканского конкурса «Таланты женщин не ведают границ», который прошел в Национальной библиотеке уже во второй раз. Какие таланты скрываются за ликами учителей, поваров, докторов, узнавала наша съемочная группа. В течение месяца женщины со всей республики присылали заявки на участие в проекте, фотографии своих работ, рассказ о себе и своем хобби. Одним из главных условий было то, что их увлечение не должно пересекаться с основной работой. Живопись, бижутерия, вязаные изделия, цветочные композиции. Что только не творят женщины в редкие минуты досуга. В момент беременности, когда я ждала первого своего ребеночка, чудом открыла для себя желание писать стихи. Потом я начала писать басни и сказки, и я поняла, что в принципе женщина при желании может многое. И я уверена, что каждая женщина талантлива. В финал были приглашены 19 мастериц. Одна из них – библиотекарь Наталья Менгазова. Свои работы она делает из того, что остальные обычно выбрасывают. Бутылки, стружка, туалетная бумага. Поэтому хобби ей обходится недорого. И таким подарком всегда радуются. Данные розы вырезаны из-под бутылочки, из-под шампуня. Просто вырезаются лепестки и обжигаются на свече. И потом даже не обжигаются, они немножко подплавливаются и сами принимают форму нужную. И потом только собрать их надо в кучку, и все. По решению жюри, в составе которого мужчины финалистками проекта стали 11 участниц из Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли, Комсомольска и Чебоксарского района. Организаторы конкурса планируют сделать его традиционным. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. И не обижаться. Давайте будем снажаться. Это все, о чем мы хотели рассказать вам в этот предпраздничный день. До свидания и удачных вам выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА